Помощь утопающим, дело рук самих утопающих. Решили в Риге, если все дорого, то почему не помочь друг другу? И открыли необычный пункт обмена. Здесь можно оставить ненужные стройматериалы, а себе взять те, которых не хватило для ремонта. Пункт работает два дня в неделю, в понедельник и вторник. С момента открытия в мае этого года его посетило уже больше 200 человек. Ну а что еще делать, если в 2021 основные стройматериалы уже подорожали в два, в два с половиной раза? Сейчас продолжим обсуждать в нашей студии. К нам присоединяется исполнительный директор Ассоциации национальное объединение производителей строительных материалов и изделий конструкций Антон Салон. Антон, здравствуйте. Получается, подорожание это тенденция для всех материалов или все-таки в большей степени для импорта? На официальном уровне Марат Куснулин признал, что мировая инфляция на строительные материалы составила порядка 15%. И вот, собственно, на эти 15% государство планирует компенсировать дополнительные затраты на строительные материалы нашим застройщикам. По оценке экспертов, это 100-130 миллиардов рублей составит. 15% это, собственно, не отражает ситуацию текущую, но, тем не менее, это шаг к признанию того, что это не исключительно российская ситуация, а это мировая тенденция. Антон Борисович, можно ли связать Росцен с тем, что даже если материалы-то российские, то комплектующие все-таки импортные? Российская отрасль промышленности и строительных материалов является одной из самых современных в мире. Это парадоксально, но это так, потому что мы позднее зашли в постройку современных заводов. Мы это сделали в 90-е, 2000-е годы, и поэтому нашему оборудованию порядка 20 лет. А американцы и европейцы сделали это оборудование на 20 лет раньше, поэтому они на 20 лет в большом счете отстают. И это первое. И второе, в основном для российских материалов строительных используется российское сырье в большей массе. Безусловно, существуют уникальные компоненты, которые производятся только в Америке или в Европе, но они очень сильно не влияют на стоимость сырья. Хотя есть некоторые вещи, вот приведу пример. Из-за сильных морозов в Америке несколько месяцев стояли заводы по производству флора, который необходим для производства пластика, в который упаковываются сухие строительные смеси. Так вот, из-за того, что в Америке из-за морозов были остановлены заводы по производству флора, стоимость сухих смесей в России выросла почти на 30%. Все очень связано. Спасибо. На связи со студией был исполнительный директор Ассоциации национального объединения производителей строительных материалов, изделий и конструкции Антон Салон. Скажите, вот насколько влияет на стоимость импортный компонент? Но мы ведь понимаем, что та же древесина, она наша все-таки. Влияет как-то? Доллар, например, как-то? Нет, нет, нет. Еще раз. На стоимость древесины влияют чисто макроэкономические показатели. Это рост спроса и, соответственно, цены. Все, ничего другого. То есть государство будет регулировать экспортными пошлинами, стабилизировать цену, изымая сверхприбыль фактически экспортными пошлинами. Государство будет изымать у экспортеров вот эту львиную долю доходов. Это пойдет доход государства. Но так или иначе цены внутреннего рынка, они все равно будут стремиться к цене экспорта минус экспортная пошлина. Вот что будет происходить. Вот этим путем идет государство. Шакир, а сейчас дешевле строить из кирпича, из древесины? Раньше кирпич был самый дорогой, сейчас древесина самая дорогая. Раньше все думали, что каркасное строительство выходит дешевле, и было много запросов. Сейчас люди, то есть и мы, в принципе, сами строим из газоблока. Почему? Утеплитель подорожал тоже? Утеплитель подорожал. Плюс работа, во-первых, началось это все с 2020 года, то, что была острая нехватка рабочей силы. Соответственно, каркасное строительство – это такая тонкая технология, нужно будет жестко все соблюдать. Мы еще с 2020 года перешли на облоченное строительство плотно. И в этом году это все, так сказать, продолжило этот темп, потому что древесина подорожала, утеплитель, и то есть получается, что строить из газоблока на сегодняшний день получается выгодно. То есть могли бы посоветовать сейчас тем, кто занимается стройкой, использовать именно газоблок? Да. Но производитель также обратно, увидев этот спрос, поднял цену. Никуда не деться. Да, с подводной лодки. Хорошо, если продолжить разговор о рабочей силе, как сейчас обстоят дела? Уже лучше, в 2021-м чуть получше. В 2020 году просто это было жесть. Как это проявлялось? Была очередь на рабочих? Или просто стояли объекты? Все стояло. И, соответственно, нам приходилось, те бригады, которые были, они были задействованы на нового объекта, нам приходилось нанимать посторонних людей, и многие из них показывались они с лучшей стороны. Это сказалось на стоимости работы? Они поднялись? Они поднялись в два раза. В два раза? В два раза, да. То есть то, что мы там, грубо говоря, давали за тысячу рублей, мы уже начали давать за два, за два пятьсот, то есть и то это нужно было там всеми руками удержать этого мастера, чтобы он работал у тебя. Чтобы выполнить свои обязательства перед заказчиком. Строительные тоже решили бы заработать. Не можем осуждать. Итак, как выяснили, еще одна причина подорожания строительства – это недостаток рабочей силы. В России недосчитались двух миллионов трудовых мигрантов. Раньше решить проблему предложил вице-премьер Марат Хуснурин. Есть у нас его заявление, процитирую. Сейчас рабочих не хватает катастрофически. Думаю, в ближайший месяц упростим процедуру заказа рабочих на стройке. Конец цитаты. Ну и напомним, ранее Минстрой вообще рассматривал возможность возить трудовых мигрантов в Россию чартерными поездами. Мы возвращаемся к разговору с начальником главного управления строительства по Тюменской области Павлом Переваловым. Павел Анатольевич, можно ли связывать подорожание строительства еще и с оттоком мигрантов дешевой рабочей силы? Ваше мнение. Я думаю, что сейчас присоединится... Ну, определенным образом это, конечно, может в практике повлиять на ход строительства объекта. В частности, наверное, больше это влияет на внутреннюю экономику строительных предприятий. Потому что при расчете цены контракта в смету на объект закладывается стоимость труда. Независимо от того, кто его будет выполнять, есть ставка рабочего первого разряда, к которой привязаны все остальные расчеты по заработной плате. Но по факту, да, на рынке труда в строительстве складывается такая ситуация, что трудовых мигрантов в 2020 году к нам приехало на 40% меньше, чем в 2019 по понятным причинам из-за ограничений на передвижение определенных, которые существуют. И это снизило уровень конкуренции между трудовыми ресурсами. На сегодняшний день, конечно, те, кто имеет возможность выполнять работы, в частности в Тюменской области, повысили, уже находясь, естественно, в рыночных условиях, стоимость выполняемых ими работы. И приходится руководителям строительных предприятий иметь с этим дело и платить заработную плату гораздо выше, чем это было до того, как существовала такая очень серьезная конкуренция за счет миграционных процессов. Но я тоже думаю, что эта ситуация временная. С одной стороны, она, конечно, рано или поздно уравновесится, потому что рано или поздно, когда пройдет всеобщая вакцинация, когда отступит заболевание, все равно мигранты будут допущены. Это с одной стороны. А с другой стороны, та ситуация, которая сейчас есть, ее можно рассмотреть и с положительной стороны, потому что есть развитие трудовых навыков, трудовых возможностей для тех, кто сегодня хотел бы трудиться в сфере строительства. На сегодняшний день существуют достаточно большие программы переподготовки, по которым любой желающий, они финансируются за счет государства, по которым любой желающий может пройти профессиональную подготовку и заняться той или иной строительной профессией. Это само по себе неплохо, потому что действительно те уровни заработных плат, которые сегодня на рынке предлагаются, я думаю, каждый, кто обращался к этой теме, видит, что они более чем достойны. Павел Анатольевич, у нас еще остались к вам вопросы, оставайтесь с нами на связи. Вот еще один мотив для вакцинирования, да? Да, и вопрос, а как скоро отступит заболевание, тоже непонятно. А какое решение проблемы с трудовыми мигрантами готов предложить депутатский корпус, Евгений? Ну, на самом деле, я выскажу, наверное, свою позицию, да, и позицию целого ряда своих коллег. Мы против завоза трудовых мигрантов. У нас на сегодняшний день в Российской Федерации с вами колоссальная безработица, и это именно тот костяк и пласт людей, которые нуждаются и, в принципе, заинтересованы в хороших... Евгений, это хорошо, прекрасно, но эти люди не хотят идти на стройку. Нет, 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 секундочку, давайте, черт, как говорится, кроется в деталях. Большинство наших граждан, ну, я очень часто общаюсь, да, и большинство наших граждан не готовы ехать на стройку, наверное, в какой-то даже другой регион, где предлагаются хорошие высокооплачиваемые места, вот о чем Павел Анатольевич сейчас говорит. В следующих обстоятельствах. За последние пять лет люди, которые выезжали, молодежь, ребята выезжали, которые на стройку, их, как правило, обманывали. И люди возвращались с этим горьким опытом, и больше ни под каким соусом они не хотят выезжать куда-либо. А вы думаете, сейчас у нас стали более честные люди? К сожалению, к сожалению, это та проблема, с которой, ну, вот, мы ее не победили. Значит, это первый момент, да. Второй момент. В любом случае, государство в этом плане будет проявлять серьезную инициативу, и я считаю, что в ближайшие два-три года, ну, это уже депутатам восьмого созыва, что, скорее всего, на мой взгляд, правительству Российской Федерации удастся найти тот разумный компромисс, когда государство будет отвечать и гарантировать, значит, оплату труда гражданам, которые приехали на строительные работы, значит, всем своим государственным авторитетам. Вот я стремлюсь к тому, чтобы это решение было действительно созрело. У нас есть с вами глобальный в масштабах Российской Федерации фонд занятости. Это его функция. Я допускаю, что этот фонд и эта структура несколько изменит свое предназначение. Оно будет выступать поставщиком трудовых ресурсов для потенциальных строительных компаний. И это хорошо. Самое главное, чтобы это отразилось на цене. Хорошо бы так. Идеальная картина мира. Дорогие друзья, вот давайте так. Вот мы пытаемся как бы сэкономить, но давайте не экономить на доходах наших граждан. Потому что структура и себестоимости любого строительного объекта, цена трудовых ресурсов, я бы не сказал, что она какая-то критическая. И рост благосостояния граждан – это один из приоритетов, поставленных президентом и правительством Российской Федерации. Шакир, вы согласны? Было много сказано насчет того, что… В правом намете трудового мигранта или… Да, а насчет миграции, то есть если это решать таким резко, то в любом случае пострадает, конечно, потребитель. То есть это обычные граждане. Не резко. Вот тут нужно именно поймать. В 21-м году нам уже стало легче. То есть мы из опыта 20-го года перестроили свою работу, и уже в этом году нет такой острой нехватки, но она все равно чувствуется. Соответственно, ты, если не можешь повлиять на рабочую силу, соответственно, ты не можешь гарантировать высокое качество, конкуренцию. Это все сказывается. А насчет того, что смотреть уже на дальнейшую перспективу, я в любом случае согласен, что это нужно как-то регулировать. Но не тем, что там закрыли границы, не пустили людей. У нас с вами еще один эксперт на связи, напомню, в аэропорту. Некоторые застройщики… Илья, слышно ли нас? Сейчас некоторые застройщики говорят о повышении цен в некоторых случаях на 35% квартир. Это правда? Что скажете, исходя из этого? Смотрите, закладывать повышение цен на строительные материалы и декларировать, что будут повышаться цены на квартиры, это немного разное. Зависит даже от разных вещей. Если говорить о повышении цен на строительные материалы, мы, конечно, закладываем, но мы не можем спрогнозировать тот рост, который был в последний год. И мы его не можем заложить, потому что банк просто не позволит заложить, к примеру, 20-ти кратный рост на строительные материалы. Почему это невозможно? Ну, потому что тогда просто бизнес-модель, которую банк видит в рамках проектного финансирования, а мы же застройщики сейчас работаем только с привлечением банковских денег. Если банк увидит, что мы закладываем какую-то невероятную себестоимость, то она тогда должна будет перекрываться продажами. Но продажи мы же тогда тоже должны будем закладывать с учетом повышения цен на те же 30%. Но банк посмотрит на бизнес-план, посмотрит на рынок и скажет, каких цен нет. Поэтому в рамках разумного закладываем и надеемся, что все будет хорошо в стране. Но если нет, мы предприниматели и мы надежная строительная компания. Мы выдержим все эти повышения стоимостей. Мы сделаем это как-то за свой счет или в переговоры с подрядчиками. У нас тоже достаточно надежная, поэтому проблем не будет. Но повышение закладываем в рамках разумного, конечно. Вот выдержит ли потребитель в этом вопрос о том, как рынок недвижимости уже отреагировал на рост цен, сейчас поговорим с экспертом. Николай Бураков, заместитель генерального директора по работе с клиентами агентства недвижимости. Так что с ценой за квадратный метр? Самый главный вопрос. Да, безусловно. Рынок отреагировал на повышение цен на строительные материалы. Особенно это заметно по загородной недвижимости. Там цены выросли на 10-15%. В новостройке цена тоже выросла, но не так значительно, как загородная недвижимость. Стоимость нового жилья составляет примерно от 75 до 90 тысяч рублей за квадратный метр. Как если сравнить загородную недвижимость, там стоимость дома с загородным участком составляет 90-100 тысяч за квадрат с чистовой отделкой. Причины. Эта пандемия так сказывается? И что вообще пользуется спросом? Какие сейчас прогнозы? Пандемия вызвала рост цен на загородную недвижимость. Но я не могу сказать, что рост цен на новостройки не прекращался. И они пользуются стабильным спросом, потому что люди выбирают себе жилье в новых домах и с целью инвестирования, и для самостоятельного проживания. Соответственно, чтобы купить квартиру в новостройке, либо построить загородный дом, необходимо продать свою квартиру на вторичном рынке. И поэтому продолжается спрос и на вторичный рынок, и загородные новостройки. Сейчас также максимально популярны, конечно, студии, потому что цена самая невысокая. И люди, кто боится остаться с мат-капиталом, пока выгодные ипотечные ставки, приобретают небольшое жилье до 2-2,5 миллионов. Есть спрос на жилье более комфортного класса, это 50-60 квадратов для самостоятельного проживания. Можно с уверенностью сказать, что в ближайшие полгода будет незначительный рост цен и на новостройки, и на загородную недвижимость, и, соответственно, на вторичный рынок. Спасибо за мнение. Свою точку зрения на рынок недвижимости высказал Николай Бураков, заместитель гендиректора по работе с клиентским агентством недвижимости. В общем, брать надо. Поздно, но надо было раньше, еще до пандемии. Но, видимо, еще можно успеть запрыгнуть в последний вагон. Ну, вообще, вот, Шакир, хочу вас спросить, то есть получается, что дома будут тоже становиться меньше, а цена больше? К этому идем. И еще уточняющий вопрос. Вот вы строили дома по одной цене, цены подросли, сейчас продаете дома тоже, соответственно, дороже? Да, смотрите, у нас цена была 35 тысяч за квадратный метр, сейчас она стала 45 тысяч. От 40 до 45, в зависимости от площади. Ну, то, что вообще происходит, оно для строительных компаний сказалось, как ни странно, благоприятно. Связано с тем, что, как сказал Илья, часть риска застройщик, то есть генподрядчик мы берем на себя. То есть подорожал там пилмат, ты там заложил его 12 тысяч, он сейчас стоит 17 тысяч, мы закрываем со своей маржи. Там работа подорожала, мы закрываем со своей маржи. Поэтому у строительных компаний вырос поток клиентов, потому что люди начали обращаться именно к строительным компаниям, то есть не беря на себя риск, что он может попасть там на стройматериалы, на рабочую какую-то бригаду неквалифицированную. Поэтому для компаний в целом это благоприятно сказалось. Иван, получается время создавать собственную компанию. Я чешу голову и думаю, это сколько же маржа у наших застройщиков тогда, если они поднялись на 12, отчего крыжа. Иван, лазейка для вас, пора создавать стройкомпанию. Ну, на самом деле, я хотел добавить еще по поводу Риги, мы начали примерно такие же технологии использовать. Наша стройка с этим ростом цен как квест, и поэтому сейчас совместные закупки. Тоже актуальная тема для нашего нынешнего состояния, к примеру. Слушай, совместные закупки, это, как правило, мама в чатах обычно. Да, теперь можно совместные закупки построить. Смех смехом. Допустим, я нашел в Березовском дешевый пиломатериал. Но чтобы его оттуда везти, мне такой объем не нужен. То есть это надо везти нормально, там, фурой, еще чем-то. Будет раза в полтора-два дешевле, чем здесь у нас. Соответственно, я нахожу человека, мы берем эту фуру и пилим пополам. Нормально, хорошо, выгодно и, главное, окупается и транспортные расходы в том числе. Русский человек на все может. О том, как еще можно сэкономить на стройке, расскажем буквально через минуту. Прервемся на небольшую паузу. Цены дали жару. Что происходит со стройматериалами? Недвижимость в плену обстоятельств. Ждать ли падения цен на жилье?